Добрый день дорогие друзья, с вами Изидыч и сегодня у нас на повестке дня Маус. Большой, страшный, мощный, но по мнению некоторых игроков бесполезный в нашем проекте. Отчасти я с ними согласен, но тем не менее. Мышка бесполезна лишь там, где куда-то нужно быстро приехать. В остальном, в частности в городских картах, это вполне боеспособная машина. Если же вспомнить историческую часть, то разумеется не все руководство Германии было на стороне создания таких проектов. Сам же Гитлер был ярым сторонником тяжелых, а тем более сверхтяжелых танков новых проектов. От компании Клуб в 43 году он требовал наладить производство и выпускать по 5 тяжелых танков в месяц. А что касается сверхтяжелых, то он лично курировал формирование конкретных требований к супертанку. И несмотря на то, что некоторые руководители считали такие проекты бесперспективными, Гитлер в них верил. И первый такой проект был запущен в разработку, назвали его «Мамонт». По требованиям, танк должен был иметь во лбу корпуса 200 мм брони, в башне 220, в борт корпуса 180, а борт и корма башни по 200 мм. Скорость машины в районе 15 км в час. Но когда Гитлеру показали первый проект танка, он был недоволен и сказал, чтобы днище танка было увеличено до 100 мм брони. Из множества проектов, которые на тот момент разрабатывались у немцев, единственный, который был реально построен, это как раз «Маус». И на тот момент он назывался «Объект 205». Еще его называли «Маушен» — «Мышонок». 4 января 1943 года Порш сообщил, что уже на ферме «Клуб» в принципе все готово к тому, чтобы создавать такие танки. И Гитлеру показали полноразмерный деревянный макет танка «Мышонок». После чего 21 января того же месяца он собрал целый комитет, в котором серьезно обсуждали и другие проекты сверхтяжелых танков. В общем, как говорится, аппетит приходит во время еды. Но идем дальше. Что только не планировалось для вооружения сверхтяжелых танков, предполагался даже огнемет, у которого был бы бак объемом на 1000 литров огнесмеси. Конечно, уже обсуждалось с некоторыми игроками, что было бы в игре, если бы ввели огнеметы. Но я думаю, время еще не пришло. Все же на «Маус» установили более понятное вооружение. Это основное орудие КВК-44, 128-мм пушка, у которой был основной снаряд с бронепробитием 267 мм, каморный, разумеется. И вторая пушка – это КВК-44Л-36. Имеет кумулятивные снаряды с бронепробитием 75 мм, а также дополнительный снаряд, который может сделать дымовую завесу, что является очень полезным для «Мауса». Но забегая вперед, в 44-м году немцы уже не могли обеспечить производство сверхтяжелых танков. Заводы фирмы «Хеншель» достались англо-американской администрации, которая нашла корпус Е-100 недостроенный, забрала себе на исследование, а вот Советскому Союзу досталось парочку «Маусов». Причем оба были, казалось бы, изначально готовые, но выведены из строя. Один из них имел полностью разрушенный корпус, мощным взрывом. В итоге было принято решение из двух «Маусов» собрать один рабочий. Ну и как вы думаете, друзья, насколько боеспособен «Маус» в эрубтуров, кумулятивов? То, что «Маусу» и не снилось его историческую дату. Наверное, не просто это неподходящее слово, ведь он большой, заметный, особенно, когда едет по какому-нибудь полю. По нему летят все эти ракеты, все эти кумулятивы. А самое страшное для него — авиация, которая легко забирает его с помощью бомбы, от которой он, ну, никак не сможет драпать. Кстати, «Маус» также можно хорошо забирать с помощью любых ракет. Хвары, РП-3, какие-нибудь РСы, неважно. То есть, главное — попасть в верхнюю крышку танка. Сами видите, как «Маус» расположен, башня находится сзади, а вот корпус, вот передняя и верхняя часть, она легко пробивается, потому что там крышка тонкая, и «Маус» частенько ваншотится, независимо от того, насколько он большой и насколько крутая у него броня. Наверное, когда Гитлер говорил, что этому танку нужно увеличить бронеднище до 100 мм, он и не предполагал, что машину введут в «Варфандер», и самым страшным противником окажется штурмовая авиация. Поэтому вот что я вам скажу. «Маус» актуален лишь в начале раунда, когда еще нет никакой авиации, нет никаких штурмовиков, и он, в принципе, может что-то сделать для команды. Особенно хорош он там, где нет открытых местностей, где он сразу может закрыться какими-то деревьями, зданиями еще лучше. То есть, это фактически городские карты. Поэтому «Маус» в слоте держать не вредно, а вполне полезно, если это действительно какая-то закрытая местность. Если вы возьмете «Маус» на поздних этапах игры, то есть очень высокая вероятность того, что вы никуда не доедете. Может быть, вас уничтожат прямо на распауне с помощью, опять же, ракеты или же бомбы. Но даже если откинуть авиацию, у нас по-прежнему остается более современный противник, у которого фтуры и кумулятивы. Здесь тоже есть выход из ситуации. Как бы вы не удивлялись, ну, опять же, не все, те люди, которые не знают принципа работы кумулятивов, но ромб против них работает. А тур — это, по факту, тот же кумулятив. То есть, если вы поставите ромб во время попадания какого-нибудь птура, то, соответственно, скорее всего, никаких повреждений машина не получит. Так что не забывайте ромбовать, если у вас целится какой-нибудь вражеский танк с современными снарядами. В свою же очередь, после того, как противник попытался вас пробить и сел на перезарядку, вы можете довернуть и сделать ответный выстрел. И вот здесь важный момент. Пробиваются практически все. Есть, конечно же, проблемы с советскими Т-10М. Может быть какая-то проблема, например, с ИС-4М, который, кстати, очень редко сейчас встречается. Он тоже может ромбовать, от него тоже могут быть всякие чудеса, непробития. А у СС-54 и другого чуда, более современного, то оно шьется очень даже хорошо. А за броневое воздействие у нас потрясающе. Скорее всего, это будет ваншот. В маску орудия. Или же в НЛД. Как угодно они пробиваются. Более детально говоря о орудиях, хочу напомнить то, что основная пушка КВК-44 имеет перезарядку с асами 18,6 секунды. Учтите это, не стреляйте подопросто, только наверняка. А вот второстепенная пушка имеет маленькую перезарядку, поэтому смело работайте по любым легкобронированным целям, унижайте их, ломайте стволы более опасным целям и, конечно же, не забывайте про дымовую завесу. Бывают и моменты, когда Маус берется в открытую местность. Но здесь все делается на свой страх и риск. Фарм здесь возможен только, если вам попался неопытный, неграмотный противник. Обычно птуровозы быстро замечают Мауса в кустах за счет очень хорошего зума. Но если вам повезло и все же ваш передвижной дот не заметили, значит пристреляйте заранее из орудия. На дистанции вам потребуется забирать противника с одного хорошего попадания, потому что второго шанса не будет из-за слишком долгой перезарядки. Вторую вспомогательную пушку морально готовьте к тому, что она будет в случае чего делать дымовую завесу, если после выстрела вас обнаружат другие вражеские танки. Но мне такого не потребовалось, потому что против меня играли советские Алешки. Вот реально не видели бы в упор. Но тут я лично извиняюсь перед всеми Лешами, которые смотрят меня, так что, ребят, ничего личного. Ну и если говорить о эмоциональной части игры на Маусе, то в случае, если вы учтете все эти советы, что я вам дал, то, скорее всего, избежите бомбления, которое было у меня, когда я впервые за долгое время прокатился на этой машине. Сколько же разбитых мониторов, клавиатур и сожженных стульев. К сожалению, самая большая беда, от которой действительно горело, это, как я уже и сказал, авиация. Просто чудовищно обидно, когда вы полбоя едете, и вас в итоге забирает самолет. И это актуально прежде всего к таким машинам, как Маус, и подобным, Т-95 и так далее. Поэтому при режиме превосходства не забудьте заехать на домашнюю точку и подстраховаться получением дополнительных очков. И если повезет, враг не успеет в начале раунда пересесть на самолет, и вы получите долгожданные фраги. Ох, друзья, какой же кайф делать фраги именно на Маусе, когда вы уничтожаете с одного попадания какой-то послевоенный танк. Это особый кайф не только для немцефилов, это вообще кайф для любого игрока, который превозмогает на этой машине. Да, я подчеркиваю слово превозмогает, потому что все бы ничего, но скорость и огромные размеры это большая ахиллесова пята машины. Так что, друзья мои, превозмогайте, нагибайте, всего вам самого лучшего, подписываемся на канал, не забываем ставить лайк данному видео, чтобы следующее вышло как можно раньше. И увидимся в ближайших обзорах. Арийской удачи, нагибаторы! Редактор субтитров А.Семкин